Денис Мацуев сейчас время вундеркендов, чем необычен предстоящий международный конкурс им. Чайковского в Москве. Что за конкурс имени Рахманинова состоится в 2021 году в Москве? Совсем не случайно разговор РГ с известным пианистом Денисом Мацуевым начался в столице Казахстана. Здесь подвели итоги российско-казахстанского проекта. Астана Пиано Пашин. Главным вдохновителем которого как раз и стал Мацуев. Больше того, 5 из 25 пианистов, прошедших в этом году отбор на конкурс Чайковского, как раз лауреаты конкурса в Астане, нынешнем Нур-Султане. Причем, учтите, говорит Мацуев, эти 25 счастливчиков, отобранные из 286 пианистов со всего мира, попасть в их число очень непросто. Минус. Денис Мацуев. Классическую музыку надо давать людям как лекарство. Меньше месяца осталось до открытия конкурса Чайковского, без преувеличения, главного музыкального сражения в мире. Появилось уже, идет новое поколение талантливых музыкантов. Глядя на них, можете сказать, а какие проблемы сегодня острее всего волнуют пианистов вашего поколения? Денис Мацуев. Да, сейчас время вундеркендов, но через несколько лет они тоже станут взрослыми музыкантами. Время летит стремительно. Когда на сцене крошечная девочка в красивом платье играет Шопена или Шумана, это всех умиляет, но потом эти чудо-дети вырастают в прекрасных девушек и молодых рыцарей. Кто-то влюбляется, заводит семьи, жизнь расставляет свои акценты. Я всегда говорю ребятам, вы отправляетесь в долгое плавание, и дай бог, чтобы оно продолжалось, чтобы вы развивались и вам было что сказать, выходя на сцену. Сейчас есть такое негласное предубеждение в 35 начинать уже поздно. Но это огромная ошибка. Что значит поздно? А если это настоящий музыкант? Не стоит забывать пианистов моего поколения. Среди них есть талантливые пианисты, которых никуда не приглашают, они не имеют концертов. Изменился ваш взгляд человека, победившего в 98-м, на сегодняшний конкурс Чайковского. Денис Мацуев Начну с 94-го года, когда ученик ЦМШ Денис Мацуев шел по улице, тогда еще Герцена, и по щеке его текла слеза. Тогда я опоздал с заявкой на конкурс. Но потом выяснилось, все что не делается, к лучшему. Свою судьбу, свой творческий путь я пробивал себе сам, как и Каля Луганский, выступивший на Чайковском в 1994-м. Минус. Юрий Башмид привез в Ярославль две мировые премьеры. Денис Мацуев, Валерий Абисалович пришел к этому. Что такое председатель? Капитан команды. И это тоже традиция. Конкурс Чайковского в свое время возглавляли такие мэтры, как Гелельс, Острах, Архипова, Ростропович. Согласиться возглавить фортепионе жюри на этом конкурсе для меня было трудным решением. На предыдущих двух конкурсах я работал в составе судейства, только на финале невозможно было совместить с конкурсом мой концертный график. Но сейчас мы договорились 12 дней, каждый член жюри никуда не уезжает. Не буду говорить, какие оркестры и каких дирижеров мне пришлось отменить, но эти новые условия принял. На каких инструментах будут играть в этом году конкурсанты? Денис Мацуев, Я постарался, чтобы на этом конкурсе была представлена самая широкая панорама современных инструментов. Янаха, связанная со мной кровными узами, именно с ней я победил на конкурсе Чайковского. При этом играю на всех инструментах, очень люблю и Кауай, и Фазиоли. В моей жизни нет слова эксклюзив, я никогда ни с кем не подписывал контрактов. У меня два рояля Стэнвэй и Ямаха, вожу их с собой редко. Недавно был в Гонконге и обыграл новый рояль китайского производства Янцзин Ривер. Год назад на фабрике, где его производят, прикоснувшись к нему, ощутил огромный звуковой диапазон, от пяти пиано до мощнейшего форта. У этого рояля есть акустическая подстилка, небольшой коврик, который создает дополнительные эффекты. Так вот, этот рояль тоже будет представлен на конкурсе Чайковского. Каждая фирма готовит свои лучшие инструменты, а участники конкурса этого года будут иметь полную свободу в выборе лучших роялей мира. Извечный вопрос объективность судейства. Денис Мацуев, система голосования да и нет. Ничего более открытого и честного не придумаешь. Любые баллы это уход в математику. Молю бога, чтобы все случилось так, как в финале моего конкурса. Тогда, в 1998-м, в первом туре соревновались 120 человек, для иностранцев отбора не было. После финала, где я играл последним, 90-й номер, уже через час в Большом зале консерватории объявили результаты. На мой взгляд, это правильно. Чего стоило это звание? Публика шла не на Мацуева, а на победителя конкурса Чайковского судейства дело трудное. Это требует от вас каких-то особых эмоций, нервов, встряски. Денис Мацуев, судейство для меня огромная ответственность и абсолютное несогласие с понятием «резать». На моих конкурсах это слово отсутствует, хотя, конечно, субъективность мне не будет присутствовать всегда. 25 конкурсантов, прошедших отбор, уже великолепные музыканты. Будь моя воля, отметил бы всех. Главное видеть перспективу артиста. Вспомним, как Эмиль Геллерс настаивал на том, чтобы дать «Ай!» премию Григорию Соколову, которому тогда было всего 16. А зал скандировал «Миша Дихтер». Время показало, насколько мудрым было решение маэстро. Он смог увидеть в юном чаде такую невероятную перспективу. Трансляции последних двух конкурсов на «Медачи.тв» стали давать многомиллионные просмотры, возможность заявить о себе даже тем, кто не прошел финал. Минус. Юровский. Творчество русских композиторов не нуждается вместе под солнцем, чем помимо конкурса Чайковского сегодня живет самый узнаваемый пианист планеты. Денис Мацуев. В моем «Нутре» 265 концертов в год. Это 12-14 сольных программ и до 25 программ с оркестрами. Я люблю держать в пальцах и в голове разные произведения. В год учу один-два новых концерта и еще сольную программу. Это мои правила, от которых я не отступаю. За шесть дней в Нур-Султане выучил 32-ю сонату Бетховена. Меня страшно вдохновляли мои юные коллеги. Сегодня ты в Вене, завтра в Лондоне, через два дня в Люцерне, еще через три в Нью-Йорке. Каждый раз новая программа, и от всего этого я получаю страшный кайф. Бывает, конечно, нелегко физически. Но сцена спасает. Пока сцена лечит, не покалечит, смеется. Кстати. Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов. Astana Piano Passion. Проходивший при поддержке Аким и ТГ. Нур-Султан, Общественного фонда. Accordi di Astana. И Министерство культуры и спорта РК поддерживает и развивает культурные связи между Россией и Казахстаном. Фортепианный смотр не только раскрывает юные таланты, но и пропагандирует казахскую фортепианную музыку на международном уровне. Все этапы конкурса этого года транслировались онлайн на официальном сайте Astana Piano Passion. Из сайте Министерства культуры России. Триумфально завершившийся 18 мая на сцене Astana Opera, конкурс собрал небывалый урожай наград. Три первых, пять вторых, шесть третьих премий и целых два гран-при. Молодые музыканты получили бесплатные мастер-классы, гранты и гастрольные туры по России, Гонконгу и Казахстану, а также приглашение выступит на фестивалях «Звезды» на Байкале, Россия и музыкальном фестивале в Вербье, Швейцария. Победители Astana Piano Passion 2019, гран-при Адриан Ромов, США, гран-при Петр Акулов, Россия, младшая группа, Шан-Ян-Пай, Тайвань. Премия Внутских Захар, Россия Премия Корзун Агафия, Россия Премия Средняя группа Адриан Ромов, США, и Петр Акулов, Россия, Ай Премия Федор Орлов, Россия, и Ли Цихань, Китай Премия Квин Чен, Канада, Юн Си Аю, Южная Корея, и Анна Небаба Премия Старшая группа Ай Не присуждена Синчин Уан, Китай, и Данил Немов, Россия Премия Дарья Подорожного, Россия, и Али Асланова, Казахстан Три Премия Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ Культура Музыка Классика Гидпарк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова